Всем привет, вы на канале StartAndroid, здесь Виталий Непочатов и это очередной выпуск серии инструменты андроид-разработчика. В этом уроке поговорим о технологии определения человеческих лиц в изображениях и видео. Начиная с версии Google Play Services 7.8, доступен новый Mobile Vision API, который обеспечивает новые интерфейсы Face Detection API для обнаружения человеческих лиц на изображениях и видео. Определение лиц было доступно в андроид и раньше, просто Face Detection API предлагает дополнительные возможности, такие как обнаружение лица в различных ориентациях, обнаружение черт лица и понимание мимики. В этом уроке мы протестируем работу этого API и создадим простое приложение, которое загружает фотографию и определяет на ней человеческое лицо, обозначив его рамкой. Но прежде чем мы начнем, у меня есть для вас небольшой сюрприз. Ни для кого не секрет, что разработчику и программисту не обойтись без знания английского языка, хотя бы на уровне чтения документации. Канал StartAndroid приготовил для всех своих подписчиков, то есть для вас, подарок. Совместно с онлайн школой EnglishDom, которая предлагает качественные курсы английского с носителями по скайпу. Все наши подписчики получат доступ к интерактивной программе обучения в онлайн школе английского языка EnglishDom. Для этого достаточно при регистрации указать промокод StartAndroid. Ссылка для регистрации и подробная инструкция в описании видео. А сейчас давайте вернемся к теме урока. Face Detection API является развитием предыдущего API Android Face Detector. Он создан, чтобы лучше обнаружить человеческие лица на изображениях и видео. Он достаточно умен, чтобы распознать лица даже при различной ориентации, так что если голова вашего субъекта повернута в сторону, он может обнаружить его лицо. Также могут быть обнаружены на лицах глаза, нос и края губ. Важно! Это не API распознавания лиц. Вместо этого новый API просто обнаруживает области изображения или видео, которые являются человеческими лицами. Он также определяет в последовательных кадрах видео одни и те же лица. Если лицо покидает поле зрения и снова входит, оно не распознается как ранее обнаруженное лицо. Для создания приложения нам понадобится среда разработки Android Studio, Android устройство, которое работает на версии Android 4.2.2 или более поздний, или эмулятор Android. Также последняя версия Android SDK, ее можно получить в Android SDK Manager, а также Google Play Services SDK, его также можно загрузить в Android SDK Manager. Создаем новый проект в Android Studio. Выбираем шаблон EmptyActivity при создании проекта. Первым делом нужно обновить наш файл сборки BuildGradle. Открываем узел Gradle скрипты и выбираем BuildGradle ModulaApp. В нижней части файла сборки будет такой код. В секцию Dependencies нам нужно добавить библиотеку Play Services самой новой серии. Узнать последние версии библиотек можно по ссылке на нашем сайте в Android.info. Кстати, сейчас на нашем сайте проходит акция, до конца лета, по 31 августа включительно, можно приобрести любой продвинутый курс по разработке реального приложения или игры для Android всего за половину стоимости. Ссылка на акцию под видео. А вот здесь наша ссылка на свежие версии библиотек. Сейчас самая свежая версия библиотеки Play Services 9.4. Копируем и вставляем в секцию зависимости файла сборки нашего проекта. Не забудьте выполнить синхронизацию. Это также можно сделать с помощью кнопки синхронизации Gradle на панели инструментов, она выглядит следующим образом. Библиотека Google Play Services часто обновляется, и чтобы получить последнюю версию, нажимаем в Android Studio Tools Android SDK Manager. Находим запись Google Play Services и убедитесь, что у вас стоит 26 или более поздняя версия. Теперь, когда наше приложение полностью настроено, нужно построить пользовательский интерфейс, который позволяет пользователю обнаружить лицо в изображении, а затем наложить на лицо рамку. В Android Studio выбираем папку res и откроем его под папку layout. Здесь мы видим файл ActivityMain.xml. Дважды щелкнем, чтобы открыть его в редакторе, и выбираем вкладку Text в нижней части редактора, для получения XML-разметки макета. Как видим наш макет содержит TextView, удалите его. Добавьте вместо него компонент ImageView, в который будет загружаться изображение. Теперь открываем файл манифеста AndroidManifest.xml, в него нужно добавить такие строки, это гарантирует, что библиотеки для распознавания лиц будут доступны приложению. Обычно в приложениях делают снимки с камеры устройства или обрабатывают превью, полученное из камеры устройства. В описании видео есть ссылка на проекты Google с образцами такого кода. В этом уроке для простоты мы будем обрабатывать изображение которое уже присутствует в нашем приложении. Скачайте вот это изображение по ссылке в описании видео. Назовем его Test1 и добавим в каталог ResDrawable. Теперь можно приступить к написанию кода. Весь код пишем в методе onCreate, это не совсем правильно с точки зрения архитектуры приложения, но для нашего упрощенного примера мы опустим эти условности. Начнем с загрузки изображения. Мы будем рисовать поверх изображения красный прямоугольник на любых обнаруженных лицах, поэтому мы должны убедиться, что растровое изображение является изменяемым. Сначала мы получаем дескриптор элемента ImageView для использования позже. Затем мы используем Bitmap Factory для загрузки растрового изображения. Обратите внимание, что ресурс доступен с помощью ссылки rDrawableTest1. Если используется другое имя для изображения, нужно заменить Test1 вашим именем. Далее создадим объект MyRectPaint класса Paint, который мы будем использовать для рисования на изображении. Он устанавливает штрих шириной 5 пикселей и стиль обводки, что означает, что когда он рисует фигуру, рисует только контур и не заполняет форму. Далее создадим объект TestBitmap из оригинальной картинки которую мы используем. Из этого мы можем создать объект класса Canvas и нарисовать битмап на нем. Больше о рисовании в Android и о работе с классом Canvas можно узнать в уроках 141-142 на нашем канале StartAndroid. Ссылка на экране и в описании видео. Нам нужно создать новый объект FaceDetector, используя его Builder. Поскольку в нашем примере мы обнаруживаем лицо на статическом изображении, нет необходимости в обслеживании лица. Для реализации обнаружения лица в видео или на превью камеры следует установить для Tracking Enabled значение True. Мы добавили зависимость в файл манифеста так, чтобы библиотеки загружались прежде чем они понадобятся в приложении. Но вполне возможно, что первый раз наш детектор лица сработает, когда служба Google Play еще будет не готова для обработки лица, поэтому мы должны проверить, что наш детектор работает, прежде чем использовать его. Если нет, нам придется ждать загрузки для завершения или оповестить пользователей, что служба не готова. Итак, теперь мы готовы обнаружить лица, создадим рамку с помощью Bitmap, а затем вызовем метод Detect класса FaceDetector, используя этот кадр, чтобы вернуть объекты массива SparseArrayFaces. Таким образом мы получаем массив лиц SparseArray. Можно выполнить итерацию массива для получения координаты ограничивающего прямоугольника для лица. API возвращает x, y координаты левого верхнего угла, а также ширину и высоту. Для отрисовки прямоугольника требуются x и y верхнего левого и нижнего правого углов. Мы получим их в результате несложных вычислений. Теперь отрисуем рамку, используя координаты. Теперь все, что вам нужно сделать, это запустить приложение. На экране видим, что обнаружено лицо женщины, при этом морда собаки не определяется. В качестве домашнего задания поэкспериментируйте, попробуйте загрузить другие изображения, там где больше лиц или там где лица повернуты под разными углами, и посмотрите как Face Detection API справится с задачей. Исходный код этого приложения вы как всегда можете найти в текстовой версии урока на нашем сайте в Android Info, ссылка на экране и под видео. А я прощаюсь с вами до следующего урока, здесь был Виталий Непочатов, всем добра!